Брат поднял платье и показал его Дейнерис. Девушка прикоснулась к ткани и отдернула руку. Ее испугала невероятная мягкость шелка. Она не помнила, чтобы когда-нибудь носила столь мягкую одежду. А потому уточняет у брата, правда ли, что это платье для нее. Он с улыбкой отвечает, что платье ей подарил магистр Иллирио. А кроме этого, Денни дадут золото и драгоценные камни. Ведь сегодня она должна выглядеть как принцесса. Как принцесса, подумала Денни. Она уже и забыла, что это такое. А может быть, никогда и не знала. Но вот что она знает наверняка, так это то, что в свободном городе Пентес просто так подарков не делают. А они с братом уже почти полгода живут в доме магистра. Денни уже исполнилось 13, и она прекрасно понимала, что доброта магистра не случайна. Поэтому она спрашивает брата, что магистру от них нужно. Безерис, тощий нервный юноша с узкими ладонями и лихорадочным взглядом сиреневых глаз, ответил, что когда он займет престол, то не забудьте тех, кто помогал ему в трудные времена. И магистр Иллирио об этом знает. Он же не дурак. Но она тоже дурой не была. Магистр Иллирио торговал пряностями, самоцветами, драконьей костью и другими не менее драгоценными вещами. И у него везде были друзья. Но дело в том, что Денни прислушалась к разговорам на улицах и знала о том, что всех своих друзей магистр самым любезным образом продавал за подходящую цену. Но ее брат оказался в плену иллюзии. И лучше было не говорить ему горькую правду. Ведь это могло разозлить Визериса. А он всегда говорил Денни, не буди дракона. Поэтому она промолчала. А Визерис добавил, что Иллирио пришлет рабынь, которые помогут Денни искупаться. Потому что ей нужно постараться, чтобы от нее не пахло конюшней. Да, у Халла Дрога тысяча лошадей. Но сегодня он ищет другую кобылу. Визерис критически посмотрел на сестру. Остался недоволен тем, что она сутулится. И сказал ей выпрямить спину, потому что нужно показать Халлу, что Денни похожа на женщину. Пальцы его мимоходом коснулись ее наливающейся груди и сжались на соске. Ты не подведешь меня? Если что, хорошего не жди. Ты же ведь не хочешь разбудить дракона, правда? Он жестоко ущипнул ее тело под грубой тканью. Не хочешь? Так? Повторил он. Нет, робко ответила Денни. Брат остался доволен ее ответом. Улыбнулся и произнес, что когда начнут писать историю его правления, то напишут, что оно началось. Этой ночью. После того, как Визерис ушел, Денни услышала пение красных жрецов и крики оборванных детей, которые бегали по улицам. Ей захотелось оказаться среди них. Босой и в лохмотьях. Лишь бы не быть сегодня на Перу в доме Кхала Дрога. Денни знала, что где-то там, за узким морем, была земля, которую в вольных городах называли Вестеросом. А брат называл ее просто. Наша земля. Он говорил это часто, словно молитву, и утверждал, что та земля принадлежит им по праву рождения, что ее отняли у них предательством. Но дракон ничего не забывает. И земля эта наша. Навсегда. Может быть, дракон и помнил, но Денни... Нет. Денни забыла. Ведь она никогда и не видела ту землю. Поэтому рассказы Визериса о Бобровом Утесе, Орлином Гнезде и Хайгардене ничего для нее не значили. Когда им пришлось ночью бежать из Королевской Гавани на Драконий Камень, спасаясь от армии Узурпатора, Визерису было восемь. Но Дейенерис еще даже не родилась. Визерис рассказывал ей, как их брат Рейгар бился с Узурпатором и погиб ради любимой женщины. Рассказывал, как Королевская Гавань была захвачена псами Узурпатора, лордами Ланнистером и Старком. Рассказывал о принцессе Элии Дорнской, которая молила о милосердии, но младенца наследника оторвали от ее груди и убили на ее глазах. А в это время слепые глазницы полированных черепов последних драконов смотрели со стен тронного зала на цареубийцу, который золотым мечом перерубил горло ее отца. Дейенерис родилась на Драконьем Камне через девять месяцев после побега. Тогда разразилась настолько ужасная летняя буря, что она едва не уничтожила сам островок. А флот Таргариенов разбился о скалы. Мать Дэни умерла при родах. И маленький Визерис так сестру за это и не простил. Драконьего Камня она тоже не помнила. Там они пробыли совсем недолго. Гарнизон уже готов был продать детей Узурпатору, поэтому им снова пришлось бежать. В верной семье сир Уильям Дарри еще с четырьмя людьми ночью ворвался в детскую, выкрал Визериса и Дейенерис вместе с няней и отправился с ними в Браавос. Дэни была слишком маленькой, и сира Уильяма помнила смутно. Он казался ей огромным серым медведем. Из-за болезни он никогда не покидал постели, а потому отдавал приказы с ложа. Слуги ужасно его боялись. Но с Дэни он всегда был ласков. Он называл ее крохотной принцессой, иногда своей госпожой. И его ладони были мягкими, как старая кожа. Вместе они жили в Браавосе, в большом доме с красной дверью, где у Дэни была своя комната, а под окном росло лимонное дерево. Однако после того, как сир Уильям умер, слуги украли небольшие оставшиеся деньги, а детей выставили из большого дома. Дэни плакала, когда красная дверь навсегда закрылась за ними. После этого дети скитались. Они жили в Браавосе, потом в Мире, в Тироше, Квахоре, Валантисе и Лисе. Задерживаться долго на одном месте было нельзя. Брат говорил, что их преследуют наемные убийцы Узурпатора, хотя Дэни и не видела ни одного из них. Сначала все шло довольно неплохо. Последних Таргариенов принимали в своих домах магистры и архонты, но годы шли, Узурпатор все так же оставался королем, а двери перед Визерисом и Дейенерис стали закрываться. Поэтому им пришлось продать последние оставшиеся драгоценности и жить гораздо скромнее. В Пентасе ее брата звали королем-попрошайкой, и Дэни не хотела бы узнать, как звали ее саму. Но Визерис, несмотря ни на что, продолжал твердить, что они вернут себе и Железный Трон, и Семь Королевств. Иногда в эти моменты его руки начинали трястись. Визерис жил только ради этого, а Дейенерис хотела лишь вернуться в дом с красной дверью, в единственное место, где она чувствовала себя в безопасности, туда, где у нее было детство. Но вот пришли служанки. Из кухни принесли ванну, одна из них помогла Дэни стянуть грубую льняную рубаху. А когда девушка легла в обжигающую воду, то даже не дернулась. Она любила тепло. К тому же Визерис часто говорил, что в их крови растворен огонь, а потому Таргариенам не бывает жарко. Одна из служанок болтала, не переставая, и рассказала Дейенерис, что дрога невероятно богат. В его кхаласари ездит сотни тысяч мужчин, а в его дворце в Вейсдатраг 200 комнат. Причем двери там из серебра, но важно даже не это, а то, какой он видный мужчина. Высокий, бесстрашный в битве и несравненный наездник. Дейенерис нечего было на это ответить. Она-то всегда думала, что ее мужем станет Визерис. Он бесчисленное число раз говорил ей, что в их жилах течет кровь королей, кровь древней Валерии, кровь дракона. А потому не стоит мешать ее с обычной кровью простонародья. К тому же Таргариены веками женили сестер и братьев. Но Визерис решил по-другому и продал сестру датракийскому варвару. Когда Дейни искупалась, рабыни надели на нее вуаль и платье, которое прислал магистр Иллирио. А потом еще были золоченые сандалии, тиара, золотые браслеты и тяжелое золотое наплечье, украшенное старинными валерийскими иероглифами. Когда рабыни закончили, то ахнули. Настоящая принцесса. А Дейни посмотрела на свое отражение в зеркале и почувствовала, как на руках выступила гусиная кожа. Когда Визерис ее увидел, то оглядел критически. Сказал, что выглядит она хорошо, но не успел даже договорить, как появился магистр Иллирио, и подытожил, что выглядит Дейнерис царственной. Магистр тоже оделся празднично. Свободное одеяние из огненного шелка укрывало слои трясущегося жира. На каждом пальце поблескивали драгоценные камни. И он умастил свою раздвоенную желтую бороду, доведя ее до золотого блеска. «Она просто видение светлейшей, просто видение», сказал он брату. «Дрога будет покорен». Но Визерис не совсем доволен сестрой, слишком уж худа. Да к тому же, уверен ли магистр, что Кхал любит именно таких молодых женщин? Магистр успокаивает его, что, мол, Дейни созрела для Кхала. К тому же, важно ее происхождение. В ней видна кровь старой Валерии и знатность. Дочь старого короля и сестра нового. Она не может не увлечь нашего друга. Дейнерис поняла, что дрожит. Визерис, отвечая магистру, говорит, что может Дейнерис и понравится Кхалу, у дикарей вообще странные вкусы. Мальчики, лошади, овцы. Но магистр обрывает Визериса и говорит, что лучше об этом при Кхале не упоминать. Визерис разозлился. «Вы принимаете меня за дурака?» Но Иллирио выкрутился. «Я принимаю вас за короля, а владыкам не свойственна природная осторожность обычного человека. Прошу простить, если обидел вас». Они втроем в Паланкине двинулись ко дворцу Кхала. За крепким запахом своих духов Дейни ощущала вонь пухлой плоти Иллирио, но ее брат ничего не замечал. Мыслями он был уже далеко, в стране за узким морем. Подумав, он произнес, что им не потребуется весь Кхаласар. Для покорения Вестероса хватит и десяти тысяч до тракийцев. Потому что там и простонародье поднимется за своего законного короля, да и далеко не все лорды любят узурпатора, например, Тиролы и Грей Джои, да и Дорнийцы были бы не прочь отомстить за убийство Эли и Мартел. При этом его пальцы играли рукоятью одолженного Иллирио-меча, хотя Дейни знала, что брату еще никогда не приходилось использовать оружие по назначению. Магистр поддерживает иллюзии Визериса и говорит, что его агенты приносят вести о том, что народ любит Визериса, что люди втайне поднимают тосты за его здоровье, а женщины вышивают на знаменах драконов и прячут их до тех пор, пока он, настоящий король, не вернется из-за моря. У Дейни агентов не было, но она, в отличие от Визериса, не верила словам Иллирио, а ее брат в это время кивал и говорил, что сам убьет узурпатора за то, что тот убил брата Рейгара, а еще убьет Ланнистера-царе-убийцу за то, что тот сделал с его отцом. И Дейни, и Иллирио знали, что ее брат еще не пролил ни капли крови, но магистр заявил, что это будет достойный поступок, хотя Дейни заметила тень улыбки на его губах. Визерис же не видел ничего, в мечтах он снова сражался на трезубце. Подъехали к огромному, девятибашенному дому кхала Дрога, но вообще-то это был не совсем его дом. Дворец предоставили кхалу магистры Пентаса. Иллирио объяснял, что не то, чтобы они боялись варваров, владыка света защитит нас. Но зачем рисковать, если дружба с владыками кочевников обходится так дешево? Во дворце кхала магистр на датракистском языке что-то сказал телохранителю, чтобы их пропустили. И Дейни увидела, что рука ее брата стиснула рукоятку от должного меча. Она поняла, что Визерис испуган так же, как и она. Магистр, объясняя необходимость охраны, продолжал свои медовые речи, что сегодня у кхала будет много гостей, нужно обеспечить безопасность. Но, конечно, главными гостями кхала будут Визерис и его сестра. А ведь Узурпатор готов дорого заплатить за их головы. Визерис, как обычно, согласен с магистром, да-да, наемные убийцы повсюду преследуют нас. Визерис же последний дракон, поэтому Узурпатор не сможет спокойно заснуть, пока не убьет его. Гостей провели по прекрасной прихожей, евнух воспелых приход. Визерис из дома Таргариенов, третий носитель своего имени, провозгласил он тонким и сладким голосом, король андалов, райнаров и первых людей, владыка Семи Королевств и хранитель областей. Его сестра Дейнейрис Бурерожденная, принцесса Драконьего Камня, его достопочтенный хозяин Иллирио Мопатес, магистр свободного города Пентес. Гостей у кхала было много и самых разных. Конечно, были кровные всадники кхала, был кхал Мора с сыном Архагора и другие дотракийские конные владыки. Были наемники из вольных городов, красный жрец, косматые жители порт Ибена и князья с Летних островов. И тут Дейнейрис оглядела собравшихся гостей и с внезапным ужасом осознала, что она там была единственной женщиной. Магистр Иллирио начал рассказывать, кто из гостей кто. Тот зеленобородый брат Архонта Тироша, а позади него Сир Джорах Мормонт. Человек пожилой, лысеющий и уже миновавший сорокалетие. Он сохранил силу и крепость. Вместо шелка и хлопка на нем были кожа и шерсть. Темно-зеленую тунику украшало изображение черного медведя, стоящего на задних лапах. Безериса и Дейенерис заинтересовал Сир Джорах. Денис любопытством посмотрела на мужчину и уточнила. Это рыцарь? Что он здесь делает? Иллирио улыбнулся и рассказал, что Сир Джорах продал каких-то бродяг Тирошийскому работорговцу, хотя по закону должен был передать их в ночной дозор. Из-за этого Сиру Джораху пришлось бежать из Бестероса, так как он приговорен к смертной казни. Дейенерис все еще смотрела на этого странного человека, когда магистр Иллирио положил влажную ладонь на ее плечо и прошептал. А вон там милая принцесса находится Кхал собственной персоной. После этих слов Дейни захотелось спрятаться и убежать, но она не могла этого сделать, ведь тогда она разбудила бы дракона. А потому она улыбнулась и впервые посмотрела на человека, который, как надеялся Визерис, должен сегодня вечером попросить ее руки. Дейни увидела, что рабыня не слишком ошибалась. Кхал Дрога был на голову выше любого мужчины в зале, но при этом двигался легко и изящно. К тому же он оказался моложе, чем думала Дейни. Ему еще не было 30 лет. Илирио пошел к Халу Дрога, чтобы поздороваться и привести того к Визерису и Дейенерис и, воспользовавшись тем, что они остались вдвоем, брат больно сжал ладонь Дейенерис и спросил, видишь его косу, милая сестрица? Коса Дрога, черная как ночь и тяжелая от ароматных масел, была увешана крошечными колокольчиками, позвякивавшими, когда он двигался. Коса эта опускалась доставая концом бедер. Видишь, какая длинная? спросил Визерис. Когда датракиец терпит поражение в поединке, он отрезает свою косу в знак унижения, чтобы мир знал о его позоре. Кхал Дрога никогда не проигрывал поединка. Он вновь рожденный Эйгон, повелитель драконов. И ты будешь его королевой. Дейни посмотрела на жестокое и жесткое лицо Кхала Дрога, на его темные и холодные глаза и поняла, что Визерис никогда не пугал ее так, как этот человек. Дейни тоненьким голоском сказала брату, что не хочет быть королевой Кхала Дрога. Прошу тебя, прошу тебя, Визерис, пойдем домой. Домой? отвечал он негромко, но так, чтобы она могла слышать ярость в его тоне. И как же мы попадем домой, милая сестрица? Родной дом у нас отобрали. Визерис увлек сестру в тень подальше от посторонних глаз и пальцы вцепились в ее кожу. И как же мы вернемся домой? повторил он, имея в виду Королевскую Гавань, Драконий Камень и ту страну, которую они потеряли. Дейни, конечно, имела в виду лишь их комнату у Иллирио, а не истинный дом. Но брат не хотел слушать об этом. У него здесь не было дома. И тот большой дом с красной дверью не являлся ему родным. Визерис продолжал сильно сжимать ее руку и ждал ответа. В глазах Дейенерис появились слезы и дрожащим голосом она сказала, не знаю. Визерис резко ответил, что он знает, как они вернутся домой. Они вернутся туда во главе войска Кхала Дрога. И если для этого Дейенерис нужно выйти за него замуж и лечь с ним в постель, значит, так тому и быть. Я бы позволил всему его Кхаласару отодрать тебя, моя милая сестрица, всем сорока тысячам мужчин и их жеребцам, если бы таким образом смог получить для себя войско. Радуйся, что тебя ждет только Дрога. Они увидели, что магистр Иллирио, сладко улыбаясь, с поклонами уже подводит Кхала Дрога к ним. Визерис, положив руку на рукоять меча, сказал Дейни вытереть слезы и улыбнуться. И стой прямо, пусть он увидит, что у тебя есть грудь. Боги знают, что она и так невелика. Дейенерис улыбнулась и стала прямо. Можете со мной не согласиться, но мне жалко их обоих. У них было бедное детство, полное предательств и обмана, но Визерис понимал это лучше, чем Дэнни, потому что был старше, но о нем чуть позже. Дорогая мягкая ткань настолько непривычна для Дэнни, что пугает ее. Она принцесса, но не знает, как это, что это значит вообще. И автор подчеркивает их положение, говоря, и я специально оставила эти слова, что служанка помогла Дэнни стянуть грубую льняную рубаху. То есть, хотя они живут у невероятно богатого Иллирио, и хотя он их кормит, но в роскоши они не купаются. И хотя Дэнни 13 лет, она уже поняла, что просто так никто ничего не дает. Из-за того, как они жили все эти годы, ей приходилось приспосабливаться к меняющимся условиям и к характеру брата. Поэтому она все понимает про Иллирио, но брату лучше ничего не говорить. Визерис же относится к ней как к вещи. К чему вообще были эти слова? Постарайся, чтобы от тебя не пахло конюшней. В смысле? Она же на конюшне не живет и не работает. Почему от нее вообще должно пахнуть конюшней? Как по мне, раз автор не дает нам какого-либо объяснения, что может Дэнни часто возится с лошадьми или что-то такое, значит Визерис просто хочет ее в очередной раз унизить. И все. Насколько я знаю, так делают люди с низкой самооценкой. И его можно понять. Визериса самого всю жизнь гоняли, называли попрошайкой. А ему отыграться было не на ком. Только на младшей сестре. А из того, как он прикасается к ней, и вообще из самого факта, что он видит ее обнаженной, я делаю вывод, что да, он испытывал к ней не только братские чувства, но ему было выгоднее продать ее к Халлу, чем оставить при себе в качестве любовницы, хотя он наверняка думал об этом. В общем, Визериса мне тоже жалко. Он с 8 лет чувствовал на себе груз ответственности за возвращение трона и восстановление династии. Он настолько этого хотел, что у него аж руки тряслись, когда он об этом говорил. Так что, конечно, ради достижения этой цели он мог пойти абсолютно на все. Я его не оправдываю, но понять могу. И я увидела интересную параллель между Визерисом и Серсеей. Они оба не любили своих младших, сестру и брата, и обвиняли тех в убийстве матерей, которые умерли при родах. И, кстати, когда Визерис перечисляет, какие дома станут на его сторону, он не совсем не прав. Мартелло из Дорна и правда были бы не прочь отомстить за смерть Элии. Но, конечно, Иллирио обманывает Визериса. Наверное, ждет, когда Роберт заплатит ему за выдачу Таргариена, потому что улыбка Иллирио после слов Визериса о том, что он сам убьет узурпатора, говорит о том, что он ни на секунду не верит, что Визерису удастся вернуть семь королевств. И есть интересный нюанс с воспоминанием Дэни о Браавосе, доме с красной дверью и лимонном дереве, которое росло под ее окном. Дело в том, что в Браавосе лимоны не растут. Город находится севернее Королевской гавани, это холодный край туманов, и его климат для лимонов совсем не подходит. К тому же там многие дома стоят в воде, а потому для деревьев места нет. Зато лимоны растут в Дорне, а Дорн это мартеллы, и мартеллы плели заговор против Баратеона и хотели породниться с оставшимися Таргариенами. И, кстати, Джордж Мартин подтвердил, что эти воспоминания Дэни были частичным или полностью ошибочными. Возможно, подробности узнаем из книг. В книге у Таргариенов фиолетовые глаза. Шоураннеры говорили, что вначале использовали фиолетовые линзы для глаз, но потом их решили убрать. И, как по мне, их фиолетовые линзы были недостаточно фиолетовыми, поэтому, когда их убрали, я даже не заметила. Внешность Иллирио в сериале тоже другая. В книгах он болезненно тучный, с золотыми волосами и разделенной желтой бородой. В сериале он выглядит попроще. У него лишний вес и темные волосы. Кхал Дрога в сериале тоже выглядит не так, как в книге. В книге у него есть усы, перехваченные металлическими кольцами, а длинная коса увешана колокольчиками. В сериале у него в бороде всего одно кольцо, а колокольчиков в косе вообще нет. Огромная разница, конечно, в первой встрече Дэнни и Дрога. В книге она происходит в его доме в Пентесе. На их помолвку приходит много известных и влиятельных гостей из других свободных городов. Приходят другие кхалы, лорды летних островов и Красный Жрец. В сериале же Кхал Дрога просто скромненько как-то приезжает со своими кровными всадниками посмотреть на Дейенерис. Как вам эта глава? Увидели ли вы в ней большую глубину, чем была показана в сериале? Что думаете? Пишите в комментариях. Будем обсуждать. А пока не забывайте, мы то, что мы читаем. До скорого. Пока. Редактор субтитров А.Семкин